Всем доброго времени суток, с вами Средний Место Жизни Сегодня будем разбирать Такую подлодку как CN-Type 636 В общем, ее недостатки и плюсы Скажу сразу, плюсов нет Ладно, он один Но он вообще ничего не компенсирует Окей Значит так, давайте для начала В небольшом сравнении ее Подвернем Вот две очень похожие субмарины По характеристикам Одна больше, но имеет меньше Запаса воздуха, но больше ХП Но меньше также скорость То есть понятный из-за размеров Другая имеет больше запаса воздуха Больше скорость, но меньше ХП По сути, что вы берете одну Что вы берете другую, честно говоря Геймплей вообще не изменится никаким образом Потому что страдать и будет одинаково Правда на это у вас сразу нормальный торпедный аппарат имеется Его закупать не придется В общем, самый нормальный торпедный аппарат Это автоматическая самонаводка ТА-С-3 60 Наоборот 56 533 мм В общем, самый нормальный торпедный аппарат По поводу ракеты я рекомендую все-таки П-800 Онникс Я онкис читал все время Прикольно Онникс, ладно, но сейчас не об этом Потому что она якобы максимально эффективна по своему описанию Вот, как вы можете, да, прочитать Ну, максимально эффективно по описанию Уклоняется от... Ну, как уклоняется? Ну, короче, противодействует ПВОшку Вот, поэтому я лично рекомендую ее Хотя это вас все равно не спасет То есть, как-то так Страдание на данной субмарине заключается в том Что, ребята, ну, комплектация видна, да? То есть Одна лишь ракетная установка И одна лишь торпедная установка В сумме, ребят, вы сможете нанести Около 300 тысяч урона С торпед Все Я вас поздравляю На этом, в принципе, гайд можно заканчивать Ну, это с моими прокачками Давайте сыгрем боек Я просто хочу... Ну, не буду я пока играть онлайн Потому что я делаю просто, скажем так, разбор Данная комплектация, скажем так, лучшая для данной подлодки Но... Ну, просто посмотрите, как сейчас буду я страдать Так Так, так, так Ну, не знаю, не знаю Здесь мне прям вообще не рай Не рады Знаете, честно говоря, я даже сомневаюсь Что я смогу запомнить все названия Потому что их здесь реально многовато В отличие от всяких там других игр подобных Pacific Warships или World of Warships Барракуда, что это за корабль? Ага, хорошо А, нет, это... Да не факт, кстати Попробуем В общем, суть в том, что, да, тестим Долетают ли наши торпед... Эти самые ракеты Если долетают, значит, мы их пускаем дальше Так, не долетают Но... Торпеды будем пускать до последнего Так, ники, ники, ники Опа, нашел Все, что нам надо под лодкой Боже, как мне нравятся эти крики, реально Особенно это в американском фильме Вроде бы американском, не помню точно Есть такие крики, как Да вашу ж налево в нас попадают Вот там это звучало очень классно Просто Так, не понял, я еще не попал Черт, я опять отвлекся Я не могу понять, я попадаю или нет Или сбивает вот этот самый корабль, что рядом Да, сбивает Или лоу Все, естественно, я это самое Слишком громко Очень даже В общем, к сожалению Геймплей заключается в том, что вы просто реально страдаете И все Все, когда уже все более-менее нормально Можем погружаться Хотя, я не знаю на кого А вот это вроде бы субмарина тоже Ну, заметьте То есть, вот видите, какой суть геймплея Мы погружаемся перед тем, как пересекаем линию вот эту самую засвета Таким образом, мы находимся очень долго вне света Затем только появляемся и все такие, типа Вау, что это такое было? Откуда он появился? Ну, а мы уже А, мы рядом А это вы? А это мы Да, ну это прям веселый геймплей Суть в том, что Почему данная подлодка плоха? Потому что представьте, что у вас всего 14 Или сколько там, 16 вот этих самых торпед А вот представьте себе такую ситуацию Что вам необходимо, не знаю, там Взять и Затащить катку, да А вам не хватает Даже вам даже не хватает просто КД вот этого самого Торпедного аппарата, чтобы Не фартит вообще Все полные вокруг Если я выплыву, это будет конец А, что делать будем? Да, лон Ага Я понял, меня пацанару застекли Все, понял Так, нужно валить тогда А если я буду развернуть в другую сторону Торпеда попадет? Очень сомневаюсь Да ладно Да ладно Ладно Дичь А если я выйду из действия Вот смотрите Я, к примеру, раньше светился Будучи над водой И засвет не пропадал А хотя, кстати говоря, смотрите Когда я играл не с ботами А с реальными игроками То у меня засвет пропадал Так что, думаю, именно вот Это надо тестить с реальными игроками Хотя, реальные игроки Меня не отпустят Но, да ладно Напряженка заключается вся в том Что они рядом О, еще ракеты Да, ракета попала Правда, не моя Ну, ладно Давайте всплывем Хотя, зря это делаю Мне потом долго восстанавливаться Но, все равно Мне так нравится Эта тема Кислород Вот это все дело Восстановление Я это люблю Ээээ Отвали Отвали Я тебя видать не знаю Ааа Это че Это что? Все Я единственное, что могу сделать Это в таранице Потому что мы Эти самые ракеты До него не дали Прикольно Вспомнишь Солнцевого лучик Ладно Давайте на обгон Примерно вот так Еще, наверное, дальше Да, я не знаю Хватит мне вообще Три Две Одна Хорошо Да ладно Это подлодки Рикошеты Что-то было Короче Ребят Это Ну, сами понимаете Да, что я потратил Я не помню Сколько минут Сейчас Примерно минут 5 Я потратил 6 На то, чтобы Вынести Вот это все дело В то время Как на других Кораблях И даже подлодках Других Кроме, конечно же Той, что я показал Вот Кроме вот этого Конкурента Ребят Берите что угодно Я вот хочу накопить На вот эту подлодку Потому что она более Скажем так Дешевая Потому что за счет ХП, да Мне ХП Задаром не надо Но в будущем Я ее куплю Когда я наформлю Чисто потому что Вот мне вид нравится И то, что она огромная Это тоже интересно Ну, а так Я рекомендую Вот эту подлодку Она Более Качественная Чем вот эта Ну Не знаю Выбор ваш Если вы мазохист Пожалуйста Вперед Я не против Все Всем благодарю За просмотр Всех Всех благодарю За просмотр Всем пока До новых встреч Всем добра Субтитры сделал DimaTorzok